Так, друзья мои, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено инсталляции. Инсталляция фирмы Гроя. Мы сегодня будем его монтировать у нас на объекте. Расскажу все тонкости и лайфхаки при монтаже. Поехали! Вот он наш каркас. Инсталляция фирмы Гроя. Я его смонтировал. В общем, собрали практически весь каркас целиком, но, как видите, у меня отсутствует бачок. Бачок вон там. Я его всегда снимаю для того, чтобы можно было спокойно монтировать трубы, чтобы мне ничего не мешало и я мог спокойно здесь работать. Далее, обязательно соединяем канализацию. Канализация, вот 110 труба, переход на полтинник и ушел туда через стену. Далее, вот эту 90 трубу нужно обязательно зафиксировать с помощью вот этого фиксатора, чтобы она у нас не провисала, если мы будем монтировать инсталляцию, то есть унитаз, ну, после уже завершения всех работ. Далее, здесь у нас вот люк. Люк фирмы Деметро. Он будет здесь у нас стоять. Люк 60 на 60. Он нужен для того, чтобы иметь доступ, допустим, для обслуживания сантехники. Также вот тут импровизированный теплый пол, который сделан был до нас предыдущими мастерами. Мы его не стали переделывать, потрогать, потому что непонятно что да как. В общем, оставили как есть. Далее, тут у нас два крана отсекающих, которые перекрывают воду на нашу систему. Здесь у нас два вывода. Это на гигиенический душ. Вот он здесь будет гигиенический душ фирмы Росинка. Он будет подключаться с помощью шлангов. Шланги надежны, поэтому мы решили просто соединить на шланг. Потому что, так как мы видим, есть доступ, так что ничего страшного в этом нет. Далее идет два выхода на раковину и вот этот выход у нас труба идет на инсталляцию. Теперь, после того, как я все это собрал, я могу уже спокойно взять бачок и установить его на место. Бачок очень легко снимается, так что всем рекомендую, если вам бачок мешает, снимайте его спокойно, работайте и потом ставьте обратно. Субтитры сделал DimaTorzok А в бачке есть вот такой вот кран, который я тоже сейчас смонтирую. Вот такой на контрагайке крепится, так что можно его, в принципе, бачок установить, запаять. Потом, если бачок будет мешать, мы можем его снова снять. Я думаю, бачок уже мешать не будет, так как все, уже всю работу я тут закончил. Осталось только зашить все гипсокартоном. Бачок у нас держится за счет вот этих вот фиксаторов. Вот они с двух сторон и фиксаторы заходят вот в эти вот отверстия. Мы просто устанавливаем бачок на место. Обязательно здесь вот есть тоже крепление, его тоже нужно установить. Небольшое изменение, бачок устанавливается с внутренней стороны. Вот видите, вот этот фиксатор должен зайти в это отверстие. При подключении инсталляции небольшие рекомендации. При установке данного крана устанавливайте его всегда в таком положении для того, чтобы шланг изображал вот такую дугу и шланг не перегибался. В другом положении шланг будет перегибаться и будет не очень удобно потом им пользоваться. Далее всегда, если вы зашиваете полностью каркас, всегда делайте только жесткую подводку. Без всяких разборных соединений, шлангов, американок, только вот такая вот жесткая подводка, жесткое соединение. Ну и соответственно канализация всегда должен быть уклон. Всегда устанавливайте вот такие вот сиделки под инсталляцию, для того, чтобы канализация у нас не шевелилась. Далее после монтажа нужно будет заполнить бачок, проверить на герметичность данного соединения, чтобы в будущем там вдруг не образовалась протечка. Кранчик здесь есть, поэтому дополнительных кранов для инсталляции не нужно. Вот как-то так. Сейчас будем зашивать каркас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok